Сняться видеообращение, что мы здесь сделали. В течении минут буквально 20, 10-15, даже можно сократить, и обращение, ну, обратились, видео сняли, все разбежались подо мной, и все, я и думал, что Митель, как там, выклипли, что-то такого ничего не было, вышли с Акимат, предупредили, что наша акция незаконна, мы ему объяснили, что мы вышли в видео обращение к снегу, и сейчас разбежимся, и все, мы все, что сказали, сделали, ну, до 15-10 минут это Митель, я так думаю, ну, не больше там, мы там больше с Акиматом разговаривали, вот эта задержка шла, что человек, с Акиматом пришел человек, обратился к нам, мы его выслушали, он ушел, мы встали в ряд, обратили ее обращение, сделали, и все, и я ушел. О чем говорили? Ну, поддержку гражданского активиста Жанна Флотова, что в 14-й числа будет суд, что на Украине Жанну Воду могут репортировать, в худшем случае, суда, регстрадировать, извините, суда Казахстана, где здесь ее ждет реальный срок, и мы этого не хотим, потому что она активист, вроде, борется за наших товаров, если даже и мои слова сейчас какой-то вред не приносят, и с ними я от них не откажусь, потому что я то, что говорил, я говорил о том, я даже не знаю, и единственное, что 488-я, это несанкционированный митинг, я здесь участвовал бы в митинге, например, тогда вот сюда, по третьей части, а так, аж. Ну, потому что я с этим не согласен, единственное. С чем? Ну, то, что... Меня, как-то привлекает, да, то, что я когда-то организовал какой-то митинг, шести, ничего не было бы, я был бы, буквально в 10 минут собрались, выступили, видеообращение сделали, это относится к митингу или нет, не относится? Угу. Хорошо. Спасибо. Если, например, я не говорю, что я на митинг не ходил, не ходил на митинг, не буду ходить, я от своих слов не отказываюсь, но давайте уже через митинг, но я отхожу на митинг, и потом уже 488-я, мне тут по этой статье привлекать будете. Единственное, что хотел сказать. Спасибо. Угу. Есть еще? Угу. Мне вопрос или нет? Да, да, я зато. Кому? Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, имеется на ежедневение с вашим летним детям? Да, дочь у нас лет. А, ну да. Мыша детства? Два студента тоже у меня дома. Здесь снимаем квартиру, и если это... Ну и младшему 19, старшему 20, младшему 18. Старшему 20, младшему 18. А, ну да. Какие могут быть вредные последствия к видеообращениям? Я не пью, не пью. Само собой даже не пьюсь. Я не знаю, где я испарял это. Тоже самое, те, кто собрались, они интеллигентные люди, все тоже члены заняты. Ну, какие несправительные слова звучали вы с наших деликатов? Нет, я абсолютно не знаю. Я даже никого никак не агрессивно никогда не отношусь, считая себя законопослушным гражданином, если честно. Непосредственно от ваших, ну, звучали ли какие-то призывы? От вас было выступление от такого, там, ментимого характера с чем-то? Нет, ну негативно. Я выступил, обратился к народу Украины. С тем, чтобы могли нашей жанне, гражданскому активисту, чтобы ее не инспонировали сюда. Обратился и все. Если не замрет, тогда да. Скажите, пожалуйста, было ли у кого-нибудь здесь собравшись оружия? Либо что-то? Да, вы, да, честно, надо не было. Какое оружие? Так, и же почему надо ставить так? Есть четыре. Скажите, пожалуйста, а Вы считаете, что Ваши действия принесли вред интересам государственной безопасности? Ну, это не я считаю. Государственной, и это тоже не я так не считаю. А право, здоровье, защите прав, свободы и их вред? Ну, это, наверное, и та сторона, и это так не считают. Что Вы считаете? Пожалуйста, инспектор составит протокол. Ваш чат, должны быть. Танису? Суммей. Вы можете всегда подключить? По составлению протоколу, что можете сказать? В связи с чем составить никакого нарушения? Докладываю, что 8 января, 2020 года, около 11 часов, в первом моменте, независимо от новой площади, гражданин Балиев, законодатель Павлович, 76-го года рождения, не имея разрешения от местных исполнительных органов, то есть, таким образом, участвовал в проведении собраний, 6-го года демонстрации. Много публичного мероприятия. Могу я вопросов? Вы понимаете? Публичного мероприятия. Тем самым, нарушил административную статью административного города. 488, часть 3. Почему часть 3? Потому что ранее, в течение года, повторно привлекался к данной статье. Испектор, пожалуйста. Я вам задавала предыдущий Пьева, вопросы. И хотел бы повторно вам дать, в соответствии с Кангерием 52-й Конституции, если вы будет Казахстан, граждане, если вы не Казахстан, в праве мирное, безорожесть, собираться проводить собрания, нитин и демонстрации, даже шествия и дегритированные. Пользование этих правов может быть ограничено законом только в этих случаях, когда нарушены интересы государственной недобластности, общественных порядок, охрана, здоровья, защиты прав, свободных людей. В данном случае конкретно мой подзащитный, что из этих пунктов нарушил, к чему это, к чему это? Нет, я с вами полностью согласен, какое коробление в Казахстане имеет на это право, но есть законы только с разрешением исполнительной местной исполнительной органы, то есть с разрешением Акиматикова. Попросы? У меня есть, можно вопрос? Хорошо. Видеообращение обязательно надо, разрешение тоже в Акиматике в России. Это публичное собрание. Нет, видеообращение сделать, на 10 минут собраться, 30 человек, обращение сделать, и мы собрались. Это надо было. Публичное, я не знаю. Счастье не было, мы не имеем, мы добавляем. Почему публичное? Публичное было, мы собрались на 10 минут. Можно видео даже поставить. Вопрос, вопрос задайте. Около 10 минут мы стояли. Да, Пану Лебаевич, вы просто задайте вопрос и дайте ему ответить, пожалуйста. Да. Мы должны разрешение просить на то, чтобы собраться и видеообращение сделать, просто снять. На камеру снять. Любое публичное мероприятие, то есть шествие, демонстрация, нужно взять разрешение, он местный исполнительный орган. Не спаривайте, все, он сейчас будет озвучиваться. Хорошо. Все? Нет. Тогда видео посмотрим? Ну, давайте посмотрим, мне бы и решать, как выяснили. Паник. Извините, я могу передвигаться, что-то это показать? За председатой дебюны не пройдите. Спасибо. Так. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...